Дорогие друзья! Поздравляю с открытием этого прекрасного дворца культуры, юности, уверен, что детишки и мальчишки этого замечательного города будут принимать участие, показывать свою самодеятельность, принимать участие в конкурсах. А это значит, что они свободное время займут с пользой, и вы как родители будете рады, что с них появляются действительно профессионалы, те, которых ждет Россия. Поэтому такие проекты нужны России, нужны области, району, и я уверен, что то, что сейчас сделано, это не завершение, это будет продолжение благоустройства этого наследия, которое есть. И думаю, что те залы, которые требуют еще ремонта, они будут в ближайшее время отремонтированы, и вы будете радоваться посещением, что ваши дети будут заниматься в этих пушках. Пользуясь случаем, находясь сегодня с рабочей поездкой в вашем районе, я хотел бы сказать вам, в первую очередь, слова благодарности, что в 2016 году вы проголосовали за меня как за кандидата в депутаты Государственной Думы, и стал депутатом, я все эти пять лет вместе с командой, которую создал Андрей Иванович Почаров, отстаиваем и защищаем интересы Волгоградской области. Интересы жителей, чтобы Волгоградская область с каждым годом процветала, развивалась, и чтобы новые проекты появлялись здесь не долголетиями, не десятилетиями, а за два-три года воплощались в жизнь, и люди пользовались. Этими благами, социальными, культурными, транспортными или другими. Я проинформирую вас, что сделаны за пять лет, и что мы считаем, что за ближайшие пять лет надо сделать для того, чтобы область стала более привлекательной, муниципальное образование, муниципальные поселения были более блогстроенной, и чтобы эта жизнь была не только в городе комфортной, но и в районных центрах, населенных пунктах, чтобы они освещались, чтобы появились ФАПы, чтобы в тех поселках, в которых нет аптек, появились аптеки, или те учреждения, которые нужны сегодня нам, для того, чтобы мы жили, и говорили, что у нас тоже есть чем гордиться. Поэтому задача, которая и генеральный план развития Волгоградской области, был определен шесть лет назад, и когда я стал депутатом Государственной Думы, мы провели в городе Волгограде выездной комитет по транспорту и строительству, и определили основные объекты строительства и конструкции, или возрождение то, что утеряно за все те десятилетия, которые были. Сразу скажу, не все было просто, не все было легко, потому что не хочу ругать никого там, что было до этого, но когда узнал, что даже троллейбусные линии проданы в частные руки в городе Волгограде, когда площадь выходит из железнодорожного вокзала, она тоже частная и все остальное, то становилось немножко не по себе, потому что неужели жили, день прошел, ну ладно, неужели задача была все продать и спродать, а что оставить 2,5 миллиона населения, непонятно как. И было принято решение определить основные направления и приступить. Честно скажу, мы обидели за 5 лет немного муниципальные районы, муниципальные поселения, но это было сделано осудно для того, чтобы в столице Волгоградской области, в городе Герой Волгограде, навести в первую очередь, сделать его чистым, уютным, для того, чтобы к нему поехали туристы, гости, чтобы они оставляли деньги, чтобы бюджет пополнялся. И тогда город будет преобразовываться, тогда о нас будут говорить по-другому и доверять на высоком федеральном уровне будут по-другому. Почему я это говорю? Потому что когда в 2016 году мы стали смотреть, то Волгоградская область принимала участие только в трех или в четырех федеральных целевых программах. Это федеральные целевые программы, стратегии развития России до 30-го года. И обсуждая эти вопросы, мы приняли решение в первую очередь, что сделать с дорогами, с благоустройством, с школами, с больницами. Когда мы посчитали, что делать с дорогами и сколько дорог на территории Волгоградской области с учетом федеральной дороги, мы посчитали, чтобы их привести в нормативное состояние, за пять лет надо с федерального бюджета получить не менее 94 миллиарда рублей, почти 100. Построить из десяток школ, из десяток детских садов, даже больше, спортивных клубов. Не говорю уже о том, что в каждом районе должна больница или продукт. Что удалось? Удалось за эти 6,5 лет, когда стал Андрей Иванович привлечь, 120 миллиардов денег. На дороге за пять лет было выделено с федерального бюджета 64 миллиарда рублей. Мы впервые стали думать и мечтали тогда, но наши мечты не сбылись. Говорят, я понимаю, что мечты такого акта. Как построить отход города Волгограда? Это был вопрос номер один, потому что каждый день 12 тысяч грузовиков по 20, 40, по 60 тонн зарезали в город. Это экология, это онкология. А это не просто так строится. Третий корпус онкологии, все. Когда мы сделали проект, то увидели, что это почти 90 километров дороги. Соединять с севера на юг с федеральными трассами, чтобы был международный коридор. Нам удалось сделать за два года проект, защитить его экспертизу и убедить правительство с администрацией президента при поддержке, сразу скажу, партии Едино-России. Она никогда не бросала нас эти пять лет, нас поддерживала и поддерживает инициативу, которую мы, конечно, спорим, сразу говорим, нелегко открывать двери федеральные. Не все порой получается. Приходится раз, три, два, три, а может быть, три пары будут сбить. Но задача стояла одна и стоит. Раз ты в команде губернатора, тот должен работать на решение вопроса, а не плакаться и что-то. Мы убедили и в стратегии в России транспортной наш проект упал. На него выделяется за с 19 по 25 год, потому что он будет построен в 25 год и полностью запущен, 68 миллиардов рублей, только на обходы Волгарда. Я теперь понимаю, почему трижды к нему подходили и во время Советского Союза его не сделали. Но первую часть обхода Волгарда мы уже сдаем в 20-м год. Мы заложили камень в сентябре 2019 года. Хотели в этом году запустить первую часть, но помешала пандемия, поэтому мы перенесем на 22-й год. Нам срочно его надо запускать, потому что Красноярминский район может быть отрезан от города. Это крупнейший район и никакого там не будет движения. Ни грузового пассажира. Все машины уйдут в объезд Волгограда, и Волгоград больше разрезаться. Экологически не будет. Параллельно мы стали заниматься сразу городом Волгоград. Понимая, что он растет со стороны Калмыкии, со стороны Казахстана, а со стороны Казахстана, это китайские грузы идут транзитом через Волгоградскую область, мы стали там строить вход в Волгоград. Две очереди построили, сейчас третья и четвертая. Одновременно в 2025 году они сдадутся, и мы получим международный транспортный коридор, который пойдет по 8 субъектам Российской Федерации, а это значит дополнительные деньги. Но самым первым шагом мы посчитали и увидели, что надо работать и решать вопрос с аэропортом. Когда посчитали, что в город прилетает 460-480 тысяч человек в год, и если бы мы не приступили к реконструкции взлетной полосы и к новому терминалу, он бы закрылся. Понимая, что город герой, и оставлять в него миллионный город без этого, был привлечен инвестор, и одновременно с федеральным бюджетом мы получили деньги на взлетную полосу, на освещение, чтобы любую погоду. А в Волгограде очень часто бывают туманы и дожди с грозами, и он внизу построен. Принято решение было быстро построить. Он построился, и я вам скажу, что мы не ошиблись. Сегодня в месяц прилетает в Волгоград 130-150 тысяч пассажиров. Каждый прилетающий гость составляет рубль, два или тысячу в городе Волгограде. В Волгограде было всего лишь 20% дорог в нормативном состоянии. На Волгоград, который в 90 километрах вдоль Болги, вытерялось всего лишь 200 миллионов рублей на ремонт и содержание дороги. Мы стали пилотным проектом по программе БКД. Теперь в Волгоград в течение пяти лет каждый год получали полтора миллиарда рублей и почти 90% дорог в нормативном состоянии. Отсюда появились нулевая продольная, набережная, появились фонтаны, скверы. Мы считаем, еще год-полтора день освободятся и пойдут уже в муниципальное образование, которое мы не бросим. И я вам говорю честно, как человек, который отвечает за транспортную стратегию в Государственной Думе, в Комитете по транспорту. И эти деньги пойдут именно в муниципальное образование. Параллельно, когда мы изучили проблему Волгской ГЭС, которая была построена в 1963 году, где был построен между Волгоградом и городом Волгским технологический мост для строительства ГЭС и этого города, то те, кто проектировал и строил, и я им благодарен, что они построили красивый, уютный город Волгский, с широкими проспектами, они не верили, что по этому технологическому мосту поедут машины в 60-70 тонн зерном, и он за эти годы был изношен почти на 95%. Когда мы встали его вскровать, то увидели в бетоне, если в зале есть строители и техноре, я не пойму, переменялась проволока Катанга 08. Вынуждены были выходить на правительство, на министерство транспорта, на федеральную целевую программу, и на этот мост мы его закрыли, потому что по-другому нельзя было. Вы, взрослые люди, поймете, что высота плоти на 18 метров, и не дай бог, что будет в город. Мы вынуждены были восстановить почти на два года, и за эти два года с федерального бюджета получили 1 миллиард 170 миллионов, он сегодня запущен, и теперь спокойно можно работать и двигаться по этому мосту. Но понимаем, что у нас есть еще, и я буду завершать о городе, буду больше о области говорить, понимаем, что у нас есть танцующий мост, мы сейчас решаем вопрос, как его достроить, чтобы он больше не был танцующим, и между Волгоградом и городом Волском в 320 тысяч населения запустить скоростной автобус, чтобы люди могли добираться с двух городов крупнейших в мегаполис за 15-20 минут. За эти 5 лет мы постарались, Волск в последних 10 лет до 2015 года не получал ни рубля с федерального бюджета. Мы постарались сделать 34 километра пешеходных дорожек, осветить их, озеленить, спаливание. Поэтому все, что сейчас делается в микрорайонах, в районах, в городах, все делается с поливанием комплексно застройка. За эти 5 лет 101 двор приведен в нормативное состояние. Это что значит? Это проведено озеленение по федеральной программе, которую поддерживала партия «Единая Россия». Это сделаны дворы, это убраны автомобили, которые, потому что в Советском Союзе было всего лишь 3,5 миллиона, 4 миллиона машин легковых на 15 социалистической республики. Сегодня только в одной России 355 миллионов легковых машин. Люди, которые имели машин, ей некуда было поставить, люди, которые не имели, жалуются, что пройти по дворам нельзя. Поэтому была создана за 5 лет программа федеральная подруговодная партия «Единая Россия» «Комфортная среда» или «Наш дом», «Наш двор». И по этой программе «Комфортная среда одного двора» сделаны еще 40 парков в городе Волгоград. Постарались за это время построить ТЮЗ, в котором обучается или каждый день занимается 5000 детишек. На набережье сейчас завершается амфитеатр молодежный, и на этом реконструкция набережной 14 километров будет с велодорожками завершена. Что касается районных центров, мы постарались, я, Андрей Иванович, четко определил, что надо направлять в районные центры деньги для облоустройства, и после этого дальше приходить в населенные пункты для того, чтобы вы. В каждый район, в том, который нуждается и учатся две смены, если в вашем районе есть эта необходимость, вы должны дать заявку на строительство новой школы. Мы ставим задачу за ближайшие 5 лет ликвидировать обучение детей во вторую и третью смену. Если есть вопросы с больницами, давайте решать этот вопрос. с поликлиникой, если на этот вопрос. Я знаю, есть у вас проблема с газом, поэтому мать этого года тот принят закон, что газ низкого давления должен прийти в каждый поселок до 2025 года. И прошу здесь вас, не ждать 2025 года, как раньше была программа, я уверен, что Андрей Иванович этого не допустит, потому что, зная стремление и те вопросы, которые надо решить, давайте подумаем, как это сделать в 2022-2023 году. Потому что Волгоградская область не должна восстающего. Но постарались за эти годы посмотреть и сохранить, потому что Остамбарзи, она настаивала, Министерство финансово было против, Министерство экономическое развитие было против, убрать программу школьной автобусы. Но мы настояли и приняли решение выйти этой программе до тех пор, пока из каждого поселка при необходимости возить надо детей в школу. За эти 5 лет Волгоградская область получила 500 почти автобусов. Есть один недостаток, с которым я не согласен, я это говорю честно, да, меня пока не поддерживают, но мы все равно добьемся, чтобы эти автобусы были не в школах, и директор школы за техническое состояние автобуса не отвечал. Это не его обязанность, его обязанность другая, учить детей. Есть на это пассажирское предприятие, закрепим за ними и все. Но пока не слышат, но я думаю, что мы этого вопроса разрешили. Раз комитет по транспорту ведет стройку, то скажу вам одно. За 5 лет было принято 61 закон по упрощению строительства. Первую задачу, которую мы ставили, упростить так строительство для индивидуального строительства, чтобы житель России мог подать уведомительный характер и никуда не ходить и построить свой дом. Мы из 135 согласований оставили только 32 и то больше на новоэтажные дома. мы постарались, мы постарались, принимая закон опыта на развитие территории, что если в городах начинается стройка, то заканчивая строить точечно, а строить надо микрорайоном и там же оставлять больницу, поликлинику, школу, детский сад и парк, и подъезды. И в том числе отчистные. Большую Волгу, по которым она проходит 15 субъектов Российской Федерации, отчистные не будут сливаться те, которые построены 60 лет назад. Они строились не по вине там мудрых архитекторов. Тогда кроме хозяйственного мыла и порошка Крестана ничего не было. А сейчас появились фосфаты, которые не разлагаются и все сливаются в нашу жизнь. Потом мы отсюда говорим, почему у нас экология такая. Поэтому сейчас отчистные и в Волгограде, и в других местах строятся по совершенно другим технологиям для того, чтобы все эти ферии, все остальные распродались и вода остановилась на многое. Все ливневки в городе сегодня собираются в кучу в отдельные отставники, очищаются и выливаются в Волгу. Поэтому программа «Чистая вода» и очистка рек Голги, Енисея и Ленина и Ленка началась в первую очередь. И тот вот совет, который был в 2016 году, проводил Владимир Владимирович здесь, в Волгограде, он стал работать, и мы с федерального бюджета только начисли, на остров Голодный, получили уже более миллиарда рублей. Еще один миллиард рублей, они завершатся в этом, троя очередь, в следующем году, и город может еще один строить, миллион населения, и в ближайшие 50-70 лет проблем с участвами вообще не будет. Что касается вопроса строительства, то принято такое решение в 2023 году запиши вопрос обманутых дочек. Вы, может, видели по телевизору, когда Владимир Владимирович встречался с губернатором и приглашал, то каждому вручал, то зеленую, то желтую, то красную папочку. Вот этому вручал список обманутых дочек. Нам, в Министерстве экономического развития, все остальное, говорили, что их 120-130 тысяч. Когда мы в Туме посчитали, по каждому субъекту оказалось более 300 тысяч. Поэтому было принято решение принимать срочно закон о корсчете, и чтобы строительные компании не просто выкапывали и потом ванкротились, а деньги, которые перечисляли жители или граждане России, они направлялись только на этот объект. Контроль ущеряется Центробанк. В 2023 году обманутую дочеку не будет, что касается Волгограда и Волгоградской области. За эти лихие 90-е и 2000-е годы было более 10 тысяч. На сегодняшний день у нас осталось два проблемных дома в Кировском районе. 1100 с чем-то человек. В 2022 году эта проблема будет решена. Что касается школ, то программы, которые поддержала партия «Ведена Россия», то все школы, которые сегодня требуют ремонта, капитального ремонта, пристройки, эти программы быть, и они будут дальше работать в этом направлении. Что касается дорог, то программа безопасной, качественной дороги будет до тех пор, пока дорога с твердым покрытием не придет в населенный пункт, в котором проживает не менее 50 человек. И мы уверены, что сейчас те деньги, которые были направлены на 5 лет в Волгоград, в город Волске, будут освобождаться, они пойдут в район и в районный центр. Я прощаюсь и буржусь в случае к руководству. Сразу подумайте о дорожниках. В 2016 году нам никто не верит. Да ладно, какие дорожники? Полтора года, два, ковыркались, ни одной дорожной компании не было в области. Сегодня появились в районах даже асфальтные заводы свои. Появились более 15 дорожных компаний. Почему я так говорю? Потому что нам нужно качество. Мы первые дороги, которые начали делать от аэропорта в город Волгоград, не против Северной Осетии. Я за начальство России. Но строили Осетина. Мы не должны привлекать деньги с бюджета федерального и отдавать другие субъекты. Деньги должны оставаться в Волгоградской области, в районах. Другого пути у нас нет. Что касается вопросов социальных, то вопросы ФАПО, аптек и вопросы медицинских учреждений не будут решаться. Да, есть проблема и пандемия это показала с врачами и с учителями. С этого года или следующий год выпускной, который будет 22-й, будут уже молодые специалисты. Они будут определяться и 3-5 лет будут работать в населении. Кто-то останется, кто-то уедет. Но у нас другого пути нет. Мы должны вернуться к этому для того, чтобы населенных бунтов люди оставались и могли хотя бы первую медицинскую помощь оказать. Вопросы, которые я хотел бы сегодня еще с вами обсудить, это вопрос трудоустройства пенсии и бедности. Над этой партией работает и действительно хочу сказать, и Андрей Иванович предлагает некоторые варианты и мы считаем, поверьте, это не подачка 10 тысяч была. Мы сейчас считаем, сколько денег для того, чтобы снять уровень пенсии. 7 тысяч это очень мало и поэтому я не буду сейчас не пытательнее говорить, какой предел, но наше предложение уже есть по этому вопросу. И мы считаем, что в связи с тем, что инфляция сегодня очень большая, она большая из-за того, что Соединенные Штаты Америки миру взяли и напечатали доллары и все поросло, но заработная плата не растет. Поэтому вопросы сегодня о трудоустройстве и бедности они будут обсуждаться в ближайшее время и каждый регион будет предлагать. Не просто так сейчас Андрей Иванович находился и вчера встречался с министром промышленности. Все заводы, которые были у нас вдоль Волги, они строили вдоль Волги, потому что сразу сырье на Волгу и дальше отправлялось. Они были спроданы и даже распроданы были за границу. Они сейчас все уже стали собственностью России. Уже заводы и Красный Октябрь стали выпускать продукцию, а Красный Октябрь становится основным заводом по производству стаи, нержавейки. Проблема с тракторным заводом, но предложения некоторые есть. На сегодняшний день крупнейшие заводы, которые есть, приведу также пример. Я как только избрался от Лавы Росгуба стал председателем совета директоров по городу Волском, в котором находится 31 предприятие промышленное. 27 директоров, каждые в акту насобирались и определяли, какие есть проблемные вопросы, какие нет. Вот ни одно предприятие там не является убыточным. 8 процентов предприятия свою продукцию направляет даже на рецепт. Даже наш трудный, который 30 процентов продукции отправляет сегодня в Штаты Америки, а Америка не знает. Да, пусть это через прокладки, но сегодня все это идет, и заводы поднимаются, и мы видим, какие объемы начинают расти. Поэтому вопрос занятости и развития промышленных вопросов, он сегодня особый для нас, и мы его дальше будем обсуждать, решать вопрос. Село сегодня выделяется с федерального бюджета почти 340 миллиардов рублей на сельскохозяйствах. Мы считаем, что его бросать нельзя, если недостаток, где наша промышленная не выпускает нашу технику российского производства. Мы не против, чтобы покупали импортную, но импортная сегодня в разы дороже стоит. И второе, потом, не дай бог, санкции, которые сегодня есть, остановятся запчасти, и все остальное, и мы с вами просто в один день можем остановиться. Поэтому над этим вопросом работаем, есть предложения, конечно, тракторный завод не будет уже ДТ-75 опускать, или что-то, он уже нефигитимен, но первые предложения есть у нашего министерства промышленности торговой, и эти предложения, думаю, в ближайшее время будут обсуждаться на правительстве и в администрации президента, будут приняты решения. Скажу только одно, президентам было внесено поправки в конституцию не просто так, они были внесены для того, чтобы в вопросах комплексного развития территории, принимали участие жителей Российской Федерации. Второе, теперь бюджеты федеральные не просто приносятся думу и его отзыву голосу днем, теперь минист назначается и предлагается назначение после прохождения комитета профессионального, которому он курирует до отрасли что-то, и бюджет, который он предлагает на 5 лет или на 3 года, то первое, что он рассматривается на комитет в Думе, мы делаем замечания и свои предложения, собрав все предложения из России, да, спорим, ругаемся, может быть, кому-то не нравится, но у нас другая цель, у нас цель одна, нам надо максимально денежные средства выделить в регионы для того, чтобы те скупые бюджеты были другими и чтобы регион быстрее развивался. есть вопрос, который еще не решен, это вопрос выравнивания обеспеченности на одного гражданина по России, сегодня он отличается по субъектам в разы, ну, например, Москва и другой субъект в 10 или 13 раз, этого скоро не будет, мы будем считать и принимать закон от территории, размера территории, потому что ее содержать по-другому, от промышленности, какая есть, от численности, для того, чтобы заработную плату поднять в муниципальных образованиях, потому что там сегодня 7 или 8 тысяч рублей, мы понимаем, что в некоторых муниципальных поселениях уже почти нескольких солистов, кто-то возглавляет даже, я этого не боюсь, правда, что там с 10 классами главный, чтобы человек был мудрый, лидер, и мог руководить этим поселением, но мы все равно поставили задачу, и высшие школы экономики мы четко объяснили, технические вузы в Российской Федерации и техникум надо сохранить, потому что Россия без технического вуза не способна жить, гуманитария не хочу обижать, но у них свое направление, а технари это то, что бегает вперед все эти промышленности, в том числе технари выходят, лидеры, которые способны управлять той отраслью, или другую. Вот, что я вкратце вам хотел рассказать, будут вопросы, готов ответить, но любые вопросы, которые расскажут. Если я не буду готов, со мной есть люди, которые запишут, и поверьте, я вам не просто отпишусь или что-то, но максимально будем ставить задачу, чтобы этот вопрос был решен положительным, и определим время. Обещать сразу не собираюсь, я вам честно сказал, что мы обидели муниципальный магазин, но нам нужно было сделать город красивым, потому что когда мы в гости приглашаем себе домой кого-то, мы стараемся порядок навести, пыль убрать, паутины убрать и все остальное, чтобы гости потом не говорили, что мы грязные, немытые и все остальное. И там точно так же делали, но по-другому нельзя, потому что, ну, сами знаете, встречают поддержкой, а потом дальше уже работают. Поэтому, уважаемые коллеги, спасибо, что вы нашли время, готовы ответить на все ваши вопросы. Пожалуйста, у кого есть вопросы? Естественно, нет вопросов. Нет, так не бывает. Тогда я могу сказать одно. Первое. по газу я действительно этот вопрос затронул и понимаю, что надо делать. Поэтому прошу определитесь у себя, какие поселковые, муниципальные поселения в первую очередь начать делать. Это ваше предложение. А дальше мы будем уже работать депутатами области, а мы как федералы. У нас задача немного другая. У нас задача одна. Федеральных целевых программах защитить все предложения Волгоградской области, чтобы деньги пришли в Волгоградскую область. А здесь без нас их уже грамотные люди распределяют на что первично, на что вторично. и я благодарен, что сегодня некоторые районы напрямую принимают участие по комфортной среде в Минстрое и выигрывают там по 50, 80 или 90 миллионов. Поэтому, если такие есть проблемы и вопросы в районе, мы готовы эти проекты вести, как участвовали в Милеюжиномске, он выигрывает 90 миллионов. Поэтому, главное, свое время нам только поговорить. Команда, которая создана Андреем Ивановичем, поверьте, скажу вам так, я в своей жизни видел все, я не стал сразу депутатом, так, чтобы вы знали немного, я от механика на выпуске дошел в замминистра транспорта Российской Федерации, в министерство транспорта я был приглашен только по одной причине, я автор создания системы на стране. Да, я ругался с МВД, да, мы убрали 90 тысяч горячих из дорог, мы убрали ДПСы, но другого пути не было, потому что мы знали, что на каждом километре где-то останавливается водитель, почему-то ведется за фул или за машину, что-то там делает 10-15 минут. Мы понимаем, о чем речь идет, взрослые люди, но мы убедили и президента всех, что надо уходить от этого. Мы убедили и партия благодарен поддержали, что 5 лет назад появилась программа освещения в улице. В 2014-15 году, когда объезжал субъекты Российской Федерации, за мной было закреплено 10 субъектов, то мы видели поселки, в которых проживает по 3 тысячи селений и одна, и вообще нет ни лампочек. Я в то время был депутатом от Ростовской области, но потом сказали Волгоградскую, и я не жалею. Да, пожалуйста. Можно вопрос, да? Я исполняю обязанности главного врача нашей Советской ЦРБ вот уже неделю. И у нас проблема с районной больницы, которая расположена в поселке Нижний Чирк. Эта больница была построена не так давно, по Национальной департаменту, по проекту национального. И вот на настоящем там довольно-таки большое количество поселков, порядка по-моему, 10 тысяч человек, или больше. Вы от микрофона не отворачиваете кровь? И у нас сейчас там большая проблема с ремонтом крови. У нас предыдущий главный врач, который был, он ушел, а смета была составлена, и вот сейчас в настоящий момент уже доходит сейчас вина, кровь и протекает, не то, что протекает, там же карселы, течет там. А больница когда была построена? Ну, может быть, где-то, может, лет 10 назад. Хорошо, сколько денег надо на кровь? У нас смета есть. Ну, назовите, вы же основное лицо там. Ну, ну, вот вы думали встречаться со мной, Вот я цифру в области транспорта, разбудите меня ночью, любую цифру вам назад. Чуть ли не по каждому субъекту, сколько денег выделяете? Работаю неделю всего лишь. А? Всего недели работаю. Хорошо. Верю, что вы информацию эту доведете до главы, а она попадет в течение сегодняшнего дня, попадет в центр области и нам скажет слово. Спасибо. Договорились? Да. Спасибо. Ужарный коллеги, тогда я вас попрошу одно. Первое. Ковид никуда не ушел. Это очень серьезная болезнь. Я в том году потерял 12 близких себе людей. Очень близких, поверьте. понимая и имея там связи или что-то не смогли даже врачи спасти, когда это. Поэтому примите для себя решение или риск или прививка. Я привился и все привились близкие. Второй вопрос. Берегите себя от всех после болезненных моментов. Постарайтесь найти время, хотя бы два раза в году проверится кровь, почвы, печенка и сердечно-сосудистые дела. Впервые в истории мира появилась болезнь рак сердца. Я вас не запугиваю. Я прошу вас, будьте внимательны к себе, к своим близким, ко всем остальным. Поэтому есть над чем нам подумать. Наша Россия большая, а чтобы ей эту территорию управлять, нужна численность. Нужны жители России. Чтобы не получилось, что на 800 квадратных километров там живет всего лишь 100 или 200 человек. все завоевали наши деды и прадеды, мы никому не отдадим. Но мы должны беречь и понимать себя и своих детей, своих внуков. и поколение, которое должно пополнять первое поколение. Поэтому я с к вам обращаюсь и прошу вас быть внимательным и близким быть к своим друзьям, коллегам или объясняем. Это очень важно. Она не выбирает маленького, крепкого, спортсмена, возраст, поверьте, не выбирает. Поэтому будьте внимательны и близки друг другу. Второе, что попросил все и тем, что являясь депутатом Государственной Думы, председателя Комитета по транспорту и строительству действующим, на сегодняшний день являясь также кандидатом депутатов в городской области. Эту компанию вызываю Андрей Иванович Бочаров, который не больница взял этот список на себя. Он никуда не уходит. Он остается губернатором. Он хочет еще раз показать, что Волгоградской области, которой поверили 6-7 лет назад, надо верить. И деньги, которые даже есть специальные постановления по Волгоградской области, чтобы выделить как пилотную проект на очистные счеты по специальным тарифам. Поверьте, это дорогого стоит, я вам честно скажу. Я 10 лет отработал в Министерстве транспорта и знаю, как губернаторы встречаются, вел 34 межправительственные соглашения с 34 странами мира. И знаю, как отстаивает тяжело то, что хочется сделать в любимом субъекте или в городе. И вы это знаете, не все так просто бывает в этой жизни. поэтому он вызвал этот список и я считаю, что мы все должны просто все сказать или идем вперед и движемся вперед или остановимся. Если человек остановился, значит извините вооружение смерти. Если мы движемся, значит движемся. Я эти слова не заботы никогда, потому что я вырос в деревне, я в пятом классе косил, пыхал, ночную ходил скердовать, все это прошло, потому что у меня отцами стало очень рано и поэтому детство было немножко другим. Поэтому я вас прошу 17-го, 18-го, 19-го, если вы считаете, чтобы Волгарская область, пролитая кровью теми, кто хотел легко завоевать, а потом когда настал день победы, сказали давайте чтобы этого города не было. Это все делалось для того, чтобы потом переписывать вот эту историю. Но наши отцы восстановили его. Мы должны продолжить память о том, что есть. Мы не сделали одно за пять лет, что задумывали, не хотел говорить, но раз открыты разговоры честные, лучше горькая правда, чем обманывать. Я всегда говорю, не хочу, когда люди в затылок проклинают. мы не сделали название аэропорта Сталинграда, мы не хотим названия порт Умрад. Это не наше. Мы хотим, чтобы на карте, где есть написано Сталинград, и помните, вот поколение 10, мы хотим хотя бы аэропорт, чтобы назывался Сталинград. Тогда будет звучать, вы прибыли в аэропорт Сталинград, города-героя Сталинграда. И пусть помнят все поколения, которые хотели что-то сделать, как мы сегодня помним Александра Нинского и все остальное. И вот в честь Александра Нинского, думаю, что 19 сентября откроется храм, который построен на том месте, когда снесли, он стоит больше 2 миллиарда рублей за деньги жителей и спонсоров. Ни одного государства на него. Мы общались с бизнесом, мы общались с кем? Со всей России, даже из-за границы люди присылали деньги для того, чтобы восстановить этот храм. Я это знаю. Я член Попечистовского Совета этого храма и знаю, как это восстанавливается. Поэтому прошу вас, найдите время 17, 18, 19, придите проголосуйте. Как бы тяжелого в России не было, партия, которую создал президент, она берет на себя, не все получается, не все сделано. Есть бараки 30-х, 20-х годов строились для того, чтобы шахты там поднимать. Для этого приняли закон комплексного развития. Поэтому и сносить их, конечно, надо. Ветхоаварийное жилье сейчас по 4-5 домов каждый год в Болгараде сносятся. Да, их строили, когда-то назывались в народе хрущевки, но строили из-за того, чтобы людей из барака со всего вытащить. Землян, полземельный был. Я был уже студентом первого курса, приехал в одну область на картошку. Не мог понять, не разумеял такой пол. Что за пол? В сентябре месяце картошку убирали. Начал смотреть, это земляной пол. Школу я заканчивал в 75-м году. Понимаете? Армия была, потом дальше училась. Поэтому прошу вас быть неравнодушными, критиковать можно, что угодно, голубого. И ко мне можно придаться, к любому сидящему здесь. И то, что пишут, и на экране порой считают, что мы хоть воюем там за эту рекламу, но я думаю, что скоро она исчезнет. Уберем все гадостные вещи, которые дети наши, потом саджиков, не понимали. Но не быть 17-го, 18-го, 19-го. Я вам всем желаю здоровья. Если есть, можно? Да. Я, Вячеслав, не отказал, я дал, я позвонил на экономическое отдело. На первый квартал 2021 года сумма составляла порядка миллиона двадцати тысяч. Потому что сейчас, учетом того, что стоит вырезать. Ну, полтора миллиона. Хорошо, спасибо. Просто на 30% надо, не нужно. Есть вопросы? Нет. Тогда вам всем здоровья, здоровья и благополучия на благо России и Болгарской России. Еще сейчас праздник и открытие прекрасного дома культуры. врача. Спасибо. Спасибо.